Еще одно направление аграрный сектор. Предложения по ограничениям уже готовятся. Как сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев, запрет может коснуться импорта, прежде всего, овощей и фруктов. Ростельхознадзор сегодня начал тотальную проверку турецких продуктов питания, животного и растительного происхождения. Проверять овощи, фрукты и мясо будут и на границе, и на турецких предприятиях, где их производят. Отмечается, что инспекции проводились и раньше, и именно у турецких поставщиков, по данным ведомства, были нарушения. К сожалению, в среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствуют российским нормам. Вынуждены констатировать, что с начала текущего года зарегистрировано порядка 40 случаев выявления остатков запрещенных и вредных веществ турецкой продукции животного происхождения. В плодовощной продукции также обнаружено существенное превышение максимально допустимых уровней и содержание пестицидов, нитратов, нитритов. И важная отрасль, которая приносила Турции ежегодно доход в 10 миллиардов долларов, именно столько денег страна зарабатывала, принимая отдыхающих из России, о том, что сотрудничество с Турцией в туристической области теперь будет прекращено, как и с Египтом, заявили в Ростуризме. Там сказали, что в плановом порядке все наши туристы должны вернуться на родину до 7 декабря. После трагедии с нашим военным самолетом российский МИД рекомендовал соотечественникам не посещать Турцию. Следом Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажи туров в эту страну. Всем, кто сейчас находится в Турции, МИД рекомендует вернуться в Россию. Продолжение следует...